Новый год неумолимо приближается, а я как-то подустала играть в игры на скорость. Именно поэтому сегодня будет такое разговорное, легкое, возможно никому нахрен неупершееся видео, но вот какое-то у меня сегодня говорливое настроение. Именно поэтому я буду учить вас, как готовиться к Новому году. В последнее время я все чаще сталкиваюсь с жалобами родных, близких, друзей, знакомых, да и сама я тоже часто этим грешу, с тем, что нет настроения как такового. При этом всем я понимаю, что чем старше мы становимся, тем больше усилий нужно прикладывать, чтобы его получить. Мы теряем эту какую-то детскую независимость, непосредственность и прочую вот эту чушь, когда для того, чтобы поднять себе праздничное настроение, нужно просто посмотреть, как мигают огоньки. Мы с вами взрослые, осознанные люди, в шапке и с чаем. Поэтому нам нужно прикладывать усилия для того, чтобы почувствовать запах праздника. Ну а что, вы как хотели. Россия не для радостных людей, знаете ли. Тем не менее, я считаю подготовку к Новому году именно частью Нового года. Даже само празднество 31 числа для меня не настолько важно, как вот этот вот период перед ним, когда ты бегаешь, суетишься, готовишься, украшаешь квартиру, наряжаешь елку и готовишь подарки, ну и самого себя, если это так можно назвать. Именно поэтому, если двигаться по пунктам, то первое и самое главное, что нужно сделать для своего новогоднего настроения, это, конечно же, декорации. Именно окружающее нас пространство, оно дает нам ощущение того, что что-то изменилось. Сядьте на досуги, подумайте, полазите в интернете и решите, в какой цветовой гамме вы хотите видеть это Рождество. Возможно, вы хотите что-то в классических цветах, там, красное, золотое, зеленое, или же наоборот, что-то более минималистичное, как я в этом году, лично у меня все будет белое и серебряное. Полазьте по сайтам по типу Пинтереста, или, я не знаю, куча всяких подборок сейчас есть в ВКонтакте, в Фейсбуке, да просто у Яндекса спросите. И если уж совсем галяк с идеями, то можно залезть в одну из миллиона дурацких статей из разряда, что, как, зачем и почему, и в чем отмечать Новый год. Вот там знающие люди все вам расскажут, все вам покажут. Ох, лайфхак для ленивых. Принимать, конечно, все, что там пишут, не стоит прям всерьез, но, возможно, какую-то нотку вдохновения вы урбете. Уясните главное, то, что украшение вашего собственного пространства, будь это целая квартира или дом, или же просто рабочий стол, это непаханное поле для вашего творчества и фантазии. Пройдитесь по каким-нибудь фикс-прайсам, магазинам недорогим, если вы делаете что-то именно сезоннее. Там продаются дешевые игрушки, которые не жалко будет выкинуть после Нового года. Или же сходите в Икею, там еще больше этого говна. Знаешь, я такой гринч чисто сижу. Конечно же, не забудьте поставить елку, украсить ее как можно приятнее вам, чтобы было на нее смотреть. Не важно, что пишут все и как, главное, чтобы вас, ваше окружение и, конечно же, елка радовала. И не забудьте про гирлянды. Лично для меня символом Нового года являются именно цветные переливающиеся гирлянды. Поэтому, если вы вдруг все украшаете в одном цвете, купите хотя бы одну маленькую. Поверьте, вот эта вот переливающаяся разноцветная мишанина, особенно для людей с таким же плохим зрением, как у меня, это какое-то возвращение назад в детство. Потому что, люди моего возраста поймут, тогда только такие гирлянды и продавались. Если во времена детства наших родителей были только желтые лампочки, то вот у нас прямо был разгул цвета, радости и всего прочего. Ну и раз уж речь зашла на гирлянд, то тут никак не обойтись без следующего пункта. А именно, похода по ярмаркам и торговым центрам. Вообще, торговые центры, как по мне, начинают украшаться чуть ли не с конца ноября. И сам поход в торговый центр, это уже что-то такое атмосфернее и новогоднее. Потому что там играет музыка, все украшено. В один из годов, я помню, в торговом центре Мега у нас по ней ходили несколько раз в день, там в определенные часы, оркестр из Дедов Морозов. И они играли рождественские песни на акустических музыкальных инструментах. Это было безумно круто и безумно атмосферно. Именно поэтому я настоятельно вам советую куда-нибудь прогуляться. Найдите время. Я не верю, что вы все настолько заняты, что не можете выделить два часа просто на куда-нибудь сходить. В городе украшаются не только торговые центры. Открываются какие-то камерные и очень ламповые ярмарки, которые посетить можно просто для того, как говорит моя бабушка, попродавать глаза. Никто не просит вас покупать там дорогие хендмейдовые венки и имбирное печенье. Но просто посмотреть и зарядиться вот этим вот духом – самое то. Кстати, последний год я не слышала какой-то новогодней музыки в торговых центрах. Ну, разве что в пятерочке, но пятерочка – это такой себе пример. Именно поэтому следующим пунктом в нашем сегодняшнем списке будет новогодний плейлист. Наушники уже стали неотъемлемой частью жизни большинства из нас. И многие просто не видят своей жизни без музыкального сопровождения. Так почему же его не сделать сезонным и очень атмосферным? Лично для меня новогодние какие-то праздничные песни – это не только классическая музыка. Хотя без Фрэнка Синатры не могу представить свое Рождество. Для меня это какая-то музыка, которая вызывает именно какое-то такое волшебное настроение. В этом году такой композицией на удивление стала песня Taylor Swift Lovers. Я не знаю почему, но она вызывает у меня какие-то дико милые нотки. Я такая, блин, Новый год скоро, скорее бы. А потом я произношу это вслух, и Даня меня бьет, потому что у нас запрет до 23 числа, мы ничего не делаем. Отлично, теперь я тиран детства. Потрясающе. Я уверена, что у каждого из вас есть песни, которые ассоциируются с Новым годом его детства или просто с самим праздником в целом. Посидите на досуге, подумайте, послушайте и составьте тот плейлист, который будет идти хорошо фоном, но при этом не будет заедать и уж главное надоедать. Композиции, конечно, можно менять постоянно, что-то добавлять, что-то убирать. Либо же, если вам лень сидеть и составлять такие списки, то на помощь всегда приходит YouTube. Есть огромное количество различных музыкальных подборок, и чем ближе подходит время Рождества и Нового года, тем больше таких подборок появляется в рекомендациях. Поверьте мне, главное увидеть и все, все рекомендации у вас будет в этих подборках, вы не спрячетесь от Нового года. Ну и не отходя далеко от темы торговых центров, прогулок по ним и всяких ярмарок, нужно, конечно же, отдельным пунктом выделить подарки. Своим близким, родным, друзьям, себе любимым, неважно. Главное, что нужно, это пройтись именно посмотреть. Ни в коем случае не кидайтесь и не хватайте первое, что приглянулось вам и нервно бегите домой. Нужно, я считаю, делать все более осмысленно. Сядьте, посидите, поспрашивайте своих друзей, что бы они хотели. Возможно, дешевле будет погуглить и купить онлайн, но все-таки покупать именно в магазинах, мне кажется, как-то более аутентично, что ли. В любом случае, обдумайте свое решение, потому что потом вдруг вы о нем пожалеете. И не покупайте ничего в последний день. Ну, так делают максимально недалекие люди, которым абсолютно наплевать, что они дарят, как они дарят и зачем. Вообще, я вот так вот тут с вами сижу, рассуждаю, как будто вот у нас у всех и правда очень много времени, и у меня в том числе. Но в любом случае, декабрь это такой месяц, когда я нахожу время на то, чтобы погулять и даже встретиться с друзьями. Как бы странно это не звучало, мы иногда годами не видимся. Именно поэтому пункт посиделки с друзьями я хочу выделить просто жирным, розовым каким-нибудь противным цветом. Посиделки с друзьями в предновогоднее время это тоже такой особый ритуал. Вам не обязательно печь имбирное печенье и варить глинтвейн, хотя это будет максимально аутентично, и я как бы вообще не понимаю, зачем тогда еще собираться в этот период. Но вы сможете обсудить какие-то вопросы в плане того, что поделиться, кто что дарит, кто как украшает, кто чем планирует заниматься в новогодние праздники. Общение все-таки немного расслабляет в эмоциональном плане, все-таки люди существа социальные, кто бы что ни говорил. И именно общение возможно поможет вам расслабиться и под новым и каким-то другим углом взглянуть на стопорящую ваше настроение ситуацию. Ну и напоследок. Какая подготовка к Новому году без осознания того, что же поделать в новогодние праздники? Лично я фанат списков. Я почти как Шелдон. У меня всегда миллион списков. Список, в который входит, что нужно купить из продуктов, что нужно купить из подарков, отдельный список декораций, отдельный список какого-нибудь меню, еще какого-нибудь говна, гостей. Не важно, у меня всегда миллион списков, потому что так мне легче сориентироваться. Один из этих списков я начала вести после того, как мне о нем рассказала Таня, и это список дел, которые нужно сделать в новогодние праздники. И сейчас очень важное уточнение. В этот список не должны входить какие-то обыденные дела, там, типа, прибрать квартиру, соплатить налоги, убить кота и так далее. Список должен заключаться именно в тех делах, которые вы в обычное время не делаете. Например, слепить снеговика, пересмотреть всю серию Гарри Поттера, или наоборот, пересмотреть какую-нибудь советскую классику новогодних фильмов, съездить к бабушке, которую вы никак не можете посетить уже долгое время. Это должны быть именно те вещи и дела, которые вот в обычный день вы такие, да не, да ну не буду. А тут они принесут вам радость, и при этом все, у вас будет время, потому что большинство отдыхает в период каникул, назовем это так. Так что думайте, садитесь, пишите. Можете написать, кстати, список дел, которые нужно обязательно выполнить за новогодние праздники в комментариях под видео, потому что я пока не садилась ничего писать, и, если честно, немножечко стопорюсь, что же я такого еще не делала в эти праздники. Так что помогайте. К тому же мне очень интересно было бы почитать и узнать, что бы именно вы хотели сделать в свое свободное время. Вы знаете, что я не очень сильна в разговорных видео, но сегодня мне именно хотелось как-то поделиться и, возможно, облегчить вам жизнь. А, возможно, мне просто захотелось поговорить, и у меня словесная диарея. Это совершенно не важно. Я очень надеюсь, что это видео станет стартом именно появления новогоднего настроения. Если не у вас, то хотя бы у меня. И я вот такая вот эгоистичная мразота. Вы меня за это и любите, я знаю. Пожалуй, на этом будем заканчивать мою болтологию. И не забываю оставлять комментарии под видео, подписываться, ставить лайки, вступать в нашу группу ВКонтакте и подписываться на наши Инстаграмы. А мы с вами увидимся через неделю. С любовью, Харли.